Ухват метла, хлопушки, топоры. Такие необычные инструменты использовали ребята из ансамбля народных инструментов «Русский сувенир» в своем выступлении на международном фестивале в Абхазии. За оригинальный номер Вологодский коллектив получил гран-при. Подробнее Мария Зварова. Долгие месяцы репетиций, необычные музыкальные инструменты и яркие костюмы. В результате получился яркий оригинальный номер, который по достоинству оценила жюри Международного фестиваля детского и юношеского творчества в Абхазии. Он собрал участников из России и ближнего зарубежья. В Алакжане завоевали гран-при. Готовились, естественно, к этому конкурсу. Подготовили три таких ударных номера. «Русская плясовая», «Шутка» и последний номер «Скоморошина». Именно понравилось, что мы применяем все такие экзотические инструменты, такие как ухват, метла, топоры, хлопушки всякие. Ансамбль «Русский сувенир» основан по инициативе его руководителя Галины Старченко в 1986 году. Это уникальный коллектив, который использует такие старинные народные музыкальные инструменты, как владимирские рожки-жалейки. В ансамбле участники разного возраста. Самому младшему 13, а самому старшему 22. Каждый из них владеет несколькими инструментами, поет и танцует. Я занимаюсь в ансамбле «Русский сувенир» с 7 лет. В ансамбле я играю на жалейке и на разных других духовных инструментах. Жалейка – это инструмент пастухов. Раньше они играли пастухи. Сейчас ансамбль снова усиленно репетирует, ведь уже в августе творческий коллектив отправится на фестиваль в Калининград.